Паспорт и полис Паспорт и полис Вот и больно Когда я вниз поднимаю, она даже сама себя не держит Угу Вот и больно О-о-о Тут залезть нельзя Притом я не ударялся, не падал Вот это самое больно Вот это А герой же доставал А к хирургу-то чего не обратились? Да он заболел после обеда. У меня некогда было, я еще думал нарушить. Пальчиками пошевелим? Хорошо. А то ты шевелиться вот почему-то. Сразу у меня в больнице брат верующий пришел, осмотрел и говорит, очень опасно. И что, где бумага от вашего братча? А никакой нет, он просто пришел. Так это, никак. Болтоксер. Сейчас. Болтоксер. Болтоксер. Посмотрите, может это не стоит меня забирать. Болосток. Болосток. Но что я бумаг никаких не оставляю? Ни сломано, ничего. Что за советник? Сразу, не сразу ехать. Тут не ничего. Я не хотел на ночь ехать. Кому я нужен-то буду? Сколько вам лет? Тут не больно, не столько. Вот это место задержите дальше. Сколько вам лет, Антиконыч? А? Болтоксер, какой у вас? 77. А полиса у вас нет? А? Полиса нет у вас? Полиса? Да. Вот он. Давайте градусник чуть пустая. У меня нет этой температуры. Вообще не бывает. Ну, пустая, ну да, линия померим. Так, посмотрите. У меня тут два, я не знаю, вот такой тут. Вроде он постоянно. Это не нужно. Это не нужно. Это не нужно. Так, пошли. Так, а вот это, что он снимает, это львов, и второе движение надо, нет? А вот это, вот так, не надо. Это можно оставить. Это все для вас. Нам больше ничего не надо. Ну и что теперь? Давайте градусник поставим. Совпенсионный надо будет? Не надо. Не надо. А я целый карман, ополчал документы. Давайте поставим градусник. Так, поставите. Так, поставите. Так, поставите. У меня температуру никогда не бывало. Да, теперь минимум. Даже в этом минице. Даже в операцию лежат. Так, все, пожалуйста. Как тебе. Давай compryan dijo? Давай perhaps. Давай. Дай. Давай тратить. Давай хватит. Давай спасибо. Давай. Давай. Ну, и тапочки берем с собой. Ну, и тапочки берем с собой. Ну, хорошая. В рамках нормы. В рамках, слава богу. Вот я еще хочу сказать. У меня в городе, я полез на лестнице одоколевно, такие палочки. Я на ней вступал. Не могло вот это, чтобы там портолю и ногу собраться и хоронить. Нет. Ну, это не косудистые вещи, это не тромбоз артерий. Не тромб это? Это не тромб. Тромб меня беспокоит. Нога теплая. Если бы это был тромб, нога была бы холодная. Побелела. А она красная. А она розовая вода. Знаете, в чем дело? Это может быть. Я поясню, что если я пью мало воды, у меня судороги ночью. Холодная вода. Я надеваю теплые носки, и они у меня ноги горящие в баленках в комнате. Не из-за того, что нагреты ноги сильно? Нет. Какой температуры? 35,2. Нормально? Нормально. Вот. Нормально. Не температуры. Нормально. Это вещи надо пойти завтра в хирургу. Это может так начинаться рожеское воспаление. Да вы что? Да. А с чего ради? С чего ради? Ну это социология неизвестна, а с чего. У нас чистота такая. Я не против. Но это не сосудистые вещи. Потому что если бы это был тромб в артериях, нога была бы белая, холодная. Если бы и не пульсировала. А врач-то осмотрел, и меня, конечно, он припугнул, нельзя задеть. Я чуть-чуть на четверенько после обеда хожу, дверь открывать. Решил открыть и не закрывать теперь. Нет, нога теплая. Не ошибитесь, если я к утру умру, то это будет ущерб кое-кому. Да? Я помнила, что это может быть. Вы находитесь в доме, один единственный в Алтайском крае. Когда я судился, будет еще реабилитировано. Это два дома мне в Баварину подарили. Я выехал в суд. Похоже пульсирует все. Только меня беспокоит тромб. Ни перелома, ничего не беспокоит. Нет, нога теплая, нога хорошая. Нормально. Размешите за осмотр. Похоже. Похоже, спасали. Похоже, вы говорите, что я не могу. А что вы были шатаром? Да, обязательно. Обязательно. Ой, выдождать нельзя. Какое-то что-то там набитое, ломаное. Я хожу в Бавенках, туда ничего не попадало. Я даже не поверил, дачка, встал и присел. Смотри, что же такое. Никогда этого не было. Главное, обходство было. Пол, обходство. Я тром, зачем был? Нет, нет, нет. А тут рукой не больно? А? Здесь не больно? Нет, не больно. Ну, просто давление. Слышу и все. Вот это место. Мне дает вот это. Отсюда началось. Я так замерил и позвонил, говорю, на четыре пальца боль с этой стороны. А здесь нету, не больно. Вот это тут больно. У меня только тромб. Вот врач осмотрел и говорит, симптом такой. Он сразу позвонил в кровь и больницу по консультации взял. В немедленно в машине везите, вызывайте скорую помощь. Ну, договорились уже на завтра. Он говорит, дед, это сегодня. Ну, они меня... Ну, давайте, если везем вас до больницы, обратно своим кодом поедутся. Нет, уж я... Нет, уж собирайтесь, не надо мне угрожать, с тамбаларинами, домами. Собирайтесь, поедем. А как я обратно? Не знаю, на кости, просто... Так, а завтра или сегодня? Сейчас, сейчас. А оттуда не привезут? Не знаю. А как я пойду? Родственника берите, на кости поедете. Ой, нет. А как? Иди, старая. Нету. А почему нет-то? Потому что нога должна быть белая, вы сказали. Я же вижу, вы знаете. Это в отеле. А я вот что-то взял. В отеле. Нет, я наступить не могу. Отсюда меня под руки ведут. А я что там буду делать-то? Одевать, берите родственников, сопровождаетесь. Ну, среди ночи-то пойдет она. Ну что, не пойдет? Нет, я вам благодарен. Нет, вы же вызывали с той целью, что мы вас стоили в больнице. Что? Вы нас вызывали с целью транспортировки в больницу. Я думал, что положат или еще-то до утра. А что ж я поеду, у меня ночью... Нет, вас обследуют. Если не будет показаний, вернетесь обратно. Будут показания, поедем. Как я вернусь, когда я не могу наступать на ногу? Ну, значит, вон год, как берите. Ну, так еще же меня, когда потащат, взрослая. Вы зовите такси, вернете, такси домой. У меня минимальная пенсия. Это я совершенно не приводен. Я вам благодарен. Ну, отпустите меня. Все. Спасибо, Христо. А завтра вы тогда как не думаете? Мне завтра сказали. Договорились, машина. А, вы договорились? Договорились уже, позвонили мне. И утром меня везут в кровевую больницу, и там же с врачами договорились. Понятно. На то позвонили, опасное дело, сказали, вызывайте скорую помощь. Я бы никогда не вызываю. Поедем, ты сегодня дежурит по сосудам. Я всегда говорю... В железнодорожную больницу. Я там лежал. Там шойхит, мне операцию делал. Ну, поедем, ты сегодня не шойхит будет. Я пишу, гарантии нет, что меня обратно завезут, и мне это труднее будет. Я совершенно не могу наступить. Нет, ну обратно могу. Мы сейчас найдем, как вы заходите. Думаю, молодые люди на стульчике. Или у нас носилки есть. На носилках заедем до машины вас. Но обратно не до себя. Сейчас у меня нет машины. Договорились на утро только. Ну, то есть мы не едем. Я правильно вас понимаю? Я не поеду с вами. Я благодарен, что приехал. Я думаю, что меня заберут. Я все набрал с собой. Нет, я вас забрать увезу, но не знаю, что положено или нет. Нет, у меня не так. А в краевой вас положат, да? Будут обследовать? Не знаю, там машина меня везет и привезет. У меня сопроводач. А вот. Уже заказано. А ты, кто меня не привезет? Понятно. Знаете, я проповедник. Я всем говорю, после 60 лет ищите не надо. Но если случится подобное, я нарушаю как бы это. Но по-другому нельзя. Я не об этом детстве за жизнь не съел. Я на стройке проработал. У меня отличное здоровье. Игнатий Силонович, ну то есть вы с нами не поедете? Вы поедете в стройную больницу? У нас обратно ходу нет, тогда не поедут. Хорошо. Тогда я у вас там десериномились, напишу, какую мы температуру измерили, какое давление у вас, какой я диагноз предполагаю. Да. Все оставлю вам, а завтра вы тогда поедете в стройную больницу. Мне это очень полезно было бы. Хорошо. У вас здесь первая поликлиника обслуживает? Первая? Понятия не имею. Я вообще не хожу. Ну тогда вам надо будет расписаться в документе, что вы со мной не поедете. Да, я распишусь. Потому что это соответственно действительно. Там Тихонович поочек будет. Знаете что, я вам подарю сейчас очень важную для вас. Возьмите. Это наш огромный православный сайт. Там 5800 наших роликов. Я начальник детского лагеря. Мы проехали от Владивостока до Лиссабона. Собака, собака чемпиона России. Прибалтику и Скандинавию. И Турцию прошли. У меня 38 книг вышли из печати. Я в каждой библиотеке, Королевске, везде дарил. 600 городов посетили за 3 года. Так? Спасибо большое. Это наши телефоны. На обратной стороне это надо. Спасибо. Я все эти годы в университет охраны преподавался. Третью программу делал. Вот поэтому у меня такой круг, что... Есть возможность поехать завтра в строевую больницу? Завтра определенно меня уже увезут. Хорошо. А как к которому мы сейчас выживаем? Он в 8-го они за мной доезжают, чтобы к началу. Сразу на рентген. И они как раз про хирургу говорили. Но главное прямо, если тромка, это очень опасно. Но я знаю. Достаточно много тромба в сердце, чтобы... У меня здоровый образ жизни, я вообще не болею. Когда спрашивают, что... Ну это естественное старение организма. 77 лет, что спрашивают. Ты жизнь на стройке. А остальное время по тюрьму. Полезапещенный шел. Мне даже кажется, легче стало. Ладно, врача, знаете, что должно быть? Хорошо решить. Травы, доброе слово и нож. А сегодня все на одном нажидах. Ну что тут? Левая нога и с этой стороны, с левой снаружи. Вот, не дает зажигеть. Так для меня это было неожиданно. Я стал грешить на ножки. Что все поместилось в лес. Если не тепло, судороги стягивают. Тепло, слышу, огонь разгорается. Надо все равно, да, следовать. Надо дуплекс сосудов сделать, чтобы посмотреть. Ну посмотрим. Если тромб, тромб у нас две разных сосудистых системы. Артерии, которые кровопитают и снабжают. И вены, которые отводят тромб. Вот артериального поражения нет. Тогда бы нога была белая и холодная. Но венозная может быть. Венозная может быть. Поэтому я пишу тромбов лебед левой стопы. Отлично. Под вопросом. Вторым диагнозом я ставлю родственное воспаление. Знаете, что это врач наш ведущий. Он старейший. Все время отправляются на Петербург, там, на повышение. И мне это будет, что я пренебрегаю здоровье, меня обвиняют. А Ленин говорил, ты, говорит, государственное имущество, ты имеешь право с собой так рисковать. И мне это, как говорится, оправдание будет. Возьмите ваше оправдание. Вот слава, все все. Так, раз мы едем, надо расписаться, что мы едем. Или поедем? Нет. Не поедем. Раз собраться хода нету, нет. У меня племянник в Америке, у них 5 тысяч долларов стоит везет машину. Ну, может, у нас с вами так будет. Когда же врачи один раз останутся. А у меня минимальная пенсия, 6 623 рублей. Поэтому людей не вызывают в Америке, в Европе, скоро. Обращайтесь к своим семьям и докторам. Всего доброго вам. С Богом. А, у вас вовно вновь было. Ну, вот это догадались, что у вас вовно внутри. А он видел, он видел эту беду. Ну, мы увидели, то есть все. Я не ископланирую вас. Всего хорошего вам поправляю. Спасибо, Христос. Слава Господу. Так, закройте дверь. Все. Еще не болит. Не болит там уже. Вообще больно. Нет работы. Нет. Чего, чего. Все. Она сказала, что двух видов бывает. Это невинозный, а сосудистый может быть. Поэтому это опасно. Не будем наглетать обстановку. Прошу. Все, все. Наеду. Даже самая маленькая зацепочка. Что у меня этого нет? Мне этого хватит. Потому что ничего нет. Я сегодня ужин не стал. Если тромб есть, то я прогоню его на голодный желудок. Все, пошли? Вон они идут. Дай-ка. Где они? Вон, вон. В ворота выходят. Ну, где я не вижу даже. Ну, пока найдешь и ушли. Вот эта машина где-то у них. Здесь это? Да вон, за столбом стоит. Вне зоны она. Не видно? Нет. Ну, тогда вот она где. Туда они поедут. Врачи не дали снимать. Но сейчас они поедут, наверное. О, туда идут. Свет туда ударил. Эта скорая помощь ко мне приезжала. Кажется, впервые в жизни. На дом. И все равно я не поехал. Вот она. Машина хорошая. Женодорожная больница. Спасибо, Господи. Ну, что, визиточки дал. Там. Никита, смотри. Вот здесь. Надя, гляди. Сейчас я открыл. Гляди, вот. Вовесь в роз. Все как положено. Никитушка. Нельзя ли меня? Слава тебе, Господи. А что бы я поехал туда? В серединочь это? Надя. Если я умру, со мной здесь просить, потеряю, кумуешь не ездить. Не надо. Там не за чем. Там меня рядом с мамой положат. Вот батюшка уже подобрал. Говорит, я лягу. Я говорю, нет, я тут лягу. Ну, посмотрим, кто первый придет. С этой стороны от мамы. Снаружи. А ты подальше пойдешь. Ну, что сказать. Слава Христу. А что аппарат-то тут сбросили?